Ну а начиналась эта неделя далеко не так спокойно, как заканчивается. Во вторник президент Янукович поехал в Москву. За этими переговорами вся страна следила Майдан-Гудел. Какие договоренности будут подписаны в Белокаменной. Подробности недели решили не ограничиваться наблюдением со стороны, а увидеть все происходящее в Кремле своими глазами. Малахитовый зал. Именно здесь в Кремле подписывают самые важные межгосударственные договоры и соглашения. Российско-украинские договоренности уже тоже готовы к подписанию. Но не только для прессы, но и для членов делегации до последнего открытым оставался вопрос. Будут ли в текстах документов абзацы о предоставлении России кредита для Украины и о снижении цены на газ? Почему станет понятно, когда два президента выйдут к прессе? Владимир Путин зачитывает итоговое заявление встречи с листа. Текст не подготовлен заранее, а написан его рукой. А значит, очень многое главы двух государств утрясали исключительно в личной беседе. Во время переговоров, которые продлились около трех часов, вместо запланированного часа. И вот как это было. Янукович и Путин встречались в зеленой гостиной Кремля. В той части разговора, на которой позволили присутствовать прессе, президенты подчеркнуто избегали упоминаний как о таможенном союзе, так и о другом, европейском. Неподалеку, в помпезном Георгиевском зале, президентов ждали остальные участники переговоров. Что российские, что украинские министры знают друг друга много лет. Но напряжение в зале такое, что делегации стоят каждая со своей стороны стола. Напряженные лица и в зале во время подписания. Аплодисменты со стороны, где сидит украинская делегация, раздаются только в тот момент, когда Владимир Путин объявляет. Россия обещает вложить в украинские ценные бумаги 15 миллиардов долларов. С целью поддержки бюджета Украины, правительство Российской Федерации приняло решение разместить в ценных бумагах украинского правительства часть своих резервов из фонда национального благосостояния объемом 15 миллиардов долларов США. Хочу обратить ваше внимание и хочу всех успокоить. Сегодня мы вообще не обсуждали вопрос о присоединении Украины к таможенному союзу. Я не скажу, что у нас переговоры были простыми. Мы получили и снижение товарооборота, и целый ряд проектов были заторможены, если даже не заморожены. Нам из этого нужно будет, как говорят, извлечь уроки на будущее и не повторять таких ошибок. Тем временем в лагере протеста подбрасывают дров с костер Евромайдана. Любых договоренностей с Кремлем здесь и боятся как огня, и просто не хотят. И мы с вами написали ему, что Виктор Федорович, если вы подпишите угоду с Митным Союзом, это у вас квиток в одну сторону. И он сегодня не подписал угоду. Хотя я уявляю, как ему это кортило. В 100 метрах от сцены в это время рубят дрова и гадают, что подписали в Москве. А у правительства свои расчеты. Мол, Украина теперь будет экономить 7 миллиардов долларов ежегодно. Благодаря российской газовой скидке. Ведь цену голубого топлива в Москве договорились снизить. С нынешних 400 до 268,5 долларов за кубометр. Что интересно, «Газпром» комментировать эту договоренность неожиданно оказался не готов. Алексей Миллер попросту убегает от подошедших к нему с вопросами журналистов. Отечественный вице-премьер Юрий Бойко, напротив, открыт для общения. Подписанный в Москве документ показывает на камеру. Чуть позже, в эксклюзивном интервью подробностям недели, Бойко поясняет. В формуле, по которой теперь определяется цена газа, действительно появился коэффициент, который будут пересматривать каждые три месяца. Но, по его словам, ничего нового в этом нет. Та же схема, что и в базовом контракте 2009-го. Вице-премьер оптимистично уверяет, политика на цену газа влиять не будет, только экономика. К тому же, газ для Украины вполне может еще и подешеветь, если цены на нефть упадут. Ключевую роль сыграло понимание того, что это стал уже настолько сильным раздражителем, этот вопрос в наших отношениях. Потому что с него начинались любые переговоры высших руководителей и заканчивались им. И мы серьезно уменьшили закупки газа в Российской Федерации. Например, только в этом году мы купили примерно 2 миллиарда кубов газа уже в Европе. И такая же тенденция у нас была и на следующий год. Поэтому пришло понимание, что надо двигаться друг к другу навстречу. Поэтому это обоюдное движение, уверенно, но выгодно и будем экономикам. А в это время депутаты, едва переступив порог парламента, обсуждают, что же подписали в Москве. Сегодня что потребует Украина? В первую очередь она потребует не 15 миллиардов кредитов. В первую очередь она потребует не какой-то специальной цены на газ. Она должна быть рынковой, справедливой, без политической мотивации. Украина потребует модернизации. У нас есть реальный дефицит, и мы его хочем перекрыть частковый за рахунок кредитных ресурсов. Это правда. Мы не могли перекрыть за рахунок кредита Международного валютного фонда. Потому что мы вели постоянно с ними переговоры. Они нам не дают кредит, потому что, знаете, деньги дают ей революцию. Почему кредит взяли не у Международного валютного фонда, а у России? В правительстве пояснили так, мол, в Вашингтоне выдвигали немало требований, а в Москве дали деньги без обязательств. Обычно сдержанный в оценках премьер, доказывая, что этот выбор правильный, даже использовал слова «социальный коллапс» и «банкротство», которых удалось избежать. Украину накрыло бы жорстка реальность. Вже сегодня мы были бы смушены, были бы пяти, на вымоги Международного валютного фонда, а самое, вдвече подвижите тарифы на житлово-коммунальные послуги, а рискознецените национальную валюту, до речи все поставили крапку на цему. Скоротите вытраты бюджета до минимума, банкротство и социальный коллапс. Позийкий новоречный подарунок, чекал бы на народ Украины в своем выпадку. Но уже на следующий день о своем видении московских договоренностей рассказали оба президента в прямом эфире. Владимир Путин в Москве, но Виктор Янукович здесь, в этом зале, где его ждут уже буквально с минуты на минуту. Эта пресс-конференция продлится чуть более полутора часов. Первые же вопросы ожидаемо о газовом контракте и российском кредите. А в газовых переговорах обе стороны пошли на уступки, уверяет президент. Ну, если сегодня Россия сократила поставки газа на Украину, Россия это выгодно или нет? Невыгодно. Мы говорим, вы хотите увеличить объемы поставок газа? Хотим. Снижайте цену, мы начнем увеличивать. В эти же минуты в Москве проходит пресс-конференция Владимира Путина. Оба эфира стартовали в 12 по местному времени. Европу Путин попытался успокоить, Штаты раскритиковал, Украину обсудил, назвав украинцев близкими родственниками. Мы должны поступить как близкие родственники и поддержать украинский народ в этой сложной ситуации. Московские договоренности, по словам Путина, стали результатом компромисса с обеих сторон и даже торга. И не нужно здесь ничего придумывать. И никто никого не душил. А из самого начала говорили, в том числе и на Украине, и в общем-то справедливо говорили, если мы хотим независимым, надо за это заплатить и вести себя как независимая страна. В парламенте оппозиция идет на бартер, разблокирует трибуну для представления бюджета. Вот он, взамен на закон об амнистии активистов, задержанных на Банковой 1 декабря. Еще двумя днями ранее регионалы были намерены принять бюджет практически не глядя. Оппозиция требовала полной процедуры рассмотрения. Ругались и даже чертыхались. В деталях, в табличках, в цифрах ховается как раз этот черт. Но позже регионалы обнаружили, даже внутри их фракции за бюджет может не хватить голосов. Ясна речь, что каждый мажоритарный депутат хочет видеть финансирование своего округа. Для переговоров с мажоритарщиками взяли тайм-аут. С принятием бюджета пристали торопиться. Дошли до сгоди, что сегодня закон про державный бюджет голосоваться не будет. Полная процедура рассмотрения бюджета, то, что оппозиция записала в свой актив, как победу. Законопроект об освобождении активистов Майдана тоже регионалы его поддержали почти единогласно. За 339 решения принято. Говорили, что стояние на Майдане, то есть тиск на владу ничего не дает. Видите, все-таки дает. Лидер регионалов давно не улыбался так широко. Не скрывает радости и спикер Владимир Рыбак. Позже один из самых опытных юристов оппозиции Сергей Власенко вчитается в документ и объяснит почему. Если все дела, что до событий, должны быть закрыты, статья 2 закона, то что означает, что и дела о превышении владных повноважений по разгону событий тоже должны быть закрыты? Оказалось, что именно так этот закон склонен трактовать во власти. Если не наказывать активистов Евромайдана, то надо простить и сотрудников Беркута. Там чётко сказано было, что этот закон расповсюджается на участников массовых действий, как с боку правоохоронцев, так и с боку митингеров. Как с боку... Там не сказано о таком было. Это понимается. Нет, там не сказано. Это мается на увазе. Участники акций подошли до будильника Кабинета Министров Украины. Казані особи завдавали удары працівникам міліції битками, кайками, палками, ціпами, розпилювались розогінний газ, кидали камінь. Историю о пострадавших беркутовцах рассказали и показали в Верховной Раді во время отчёта генерального прокурора о столкновениях в центре Києва 30 ноября и 1 декабря. По версии следствия, милиция тоже била людей, но не сильно. Рівень застосування сили до правопорушників з боку правоохоронців не відповідав небезпечності, посягання та обстановці, що склалося. Віктор Палич, ну треба бути чесними. Перед міліцією стояли тітушки в два рядах. Скажіть, будь ласка, коли ми побачимо кадри, де б'ють десятки журналістів, де б'ють десятки молодих людей. Кадри, про які ви говорите, ми всі бачили у багатьох інформаційних, а ті кадри, а ті кадри об'єктивності, їх не бачили. На законне застосування сили та тортур проти мирних громадян з 29 на 30 листопада. Чи отримав правову оцінку в Генеральній прокуратурі? Сказати прізвище посадову особу, яка дала наказ, і був чи це наказ на западіння того, щоб Беркут перевисив свою силу, сьогодні следстви відповісти ще не може. Депутати від оппозиції возмущаються, машуть руками. Яценюк на віст над спікером с требованням поставити другое відео столкновення демонстрантов з міліцією. Слідчими Служби безпеки зареєстровано два проваження про вчинення групою осіб незаконних дій, спрямованих на захоплення державної влади в Україні за статтею 109 Кримінального кодексу України. І я попрошу керівника Служби безпеки України вас частично з ними ознайомити. І тоді, я думаю, що сплеску буде від вас менше. Імена звучать уже в кулуарах, із уст самих же якоби фігурантів. По-дій проходить Турчинов, Тягнебок, Яценюк і ще. А Кличко не проходить? Треба дізнатися. Кроме угрозы уголовного дела, оппозиція потерпела ще один удар со збором підписів за відставку правительства. Не вистачало всього трьох голосів, але в четверг вся фракція коммуністів отозвала свої підписи під требованням відставки. Тепер знову не вистачає трьох десятков. Ну а дальше, дальше московські соглашения обсуждали на круглом столе, організованном Леонидом Кравчуком. С момента начала Майдана, це вже третя така попытка договориться или хотя бы услышати друг друга. В зале три президента, помимо Кравчука, ще Кучма і Ющенка, глава парламента, лідери церквей. Впрочем, і пустих стульів теж хватало. Не пришли лідери оппозиції, не було глави правительства, лише його міністри, Віктор Янукович тоже прислал своих представителей. Один із головних вопросів, чим Україні придеться платити за російський кредит? І не було ли в Москві договоренностей, які просто не афіширують? Допустити глибоку девальвацію гривні, то в умовах, які надавались російськими партнерами, таких жорстких умов до нашої економіки, до нашого суспільства не було. Цифри дуже приємно слухати. Росія має на увазі ціна на газ і кредит. Але ми ж можемо втратити такого партнера, як Європейський Союз, який на нас буде дивитись з таких позицій, що з нами не можна мати добру справу, бо ми можемо іскочити з паровоза. Хочу наголосити, що цей перелік документів є вичерпним. Жодних таємних документів також не розглядалося і не підписувалося. Той, хто ще раз наголошує, що перелік є виключним. Всім, хто хотів Євку на Майдані, вот она. Люди нарядили її самі і не одну, і намерені оставатися тут і на Новий Год, і на Рождество. Барикады із снега растаяли, но тепер на їх місці металічна сетка і колюча проволока. І люди, і звіри продовжують стоять і відступати не збираються. Інтеру привіт, приходьте до нас, погрійтеся. Привіт, свій Інтер. Погрійтеся, дід. Міністю я задоволений, але, наприклад, сьогоднішніми комуністами я дуже рішенням не задоволений, але це був, в принципі, це був очікуваний варіант від них, такий шлях. Оппозиція потребувала возврата к Конституції 2004-го года і назначення досрочних виборів на март. Ні для одного, ні для другого нет ні правового механізма, ні політичній волі власні. Вопрос наказання виновних в розгоне Євромайдана висить в воздухі. Продолжається следствие. Оставшихся за рішеткою активістів должны выпустить, як тільки принятий парламентом закон вступить в силу. Ми на сьогоднішній момент бачимо, як Майдан поступово перетворюється на Казацьку Січ, де достатньо потужні діють організації межа громадянського суспільства, але немає такої політичної ініціативи. Організатори, політичні вожді не змогли запропонувати процесувальникам на Майдані, що робити щодня. Саме тому протест видихається. Але люди іншого мнення. Вони готові стояти далі, пускай навіть без лідерів, але до конца. Мене трішки бентежить ця ситуація, що ми просто стоїмо і не приймаємо ніяких дій. Ольга Червакова, Дмитрий Анопченко, Іван Нашкиндер, Светлана Трунова і Сергій Коваль. Подробності недели – телеканал «Интер».